Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью-Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфард. Сегодня пятница, 30 июня 2023 года, 492 день войны России против Украины. Время 7 часов 26 минут по Киеву и Иерусалиму. И мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. В начале важная информация. Мой друг и соведущий этой рубрики Руслан Рогованов теперь не сержант Сбройных сил Украины, а младший лейтенант Сбройных сил Украины, назначен в Минобороны на полковничью должность. Ну, для начала давайте мы его поздравим, пожелаем успеха. Ну и я убежден, что это воинское звание не предел. Удачи, Руслан. Ну, а теперь мы приступаем к нашему обзору. Глава Минздрава Украины Виктор Лешко в связи с тем, что россияне планируют теракт на Запорожской атомной электростанции, рассказал, что нужно делать в этом случае. Главное, во-первых, при радиационной аварии защитить всех на 100% невозможно. Поэтому есть алгоритм действий, по которому будут действовать органы власти, чтобы защитить максимум людей в зоне поражения. В настоящее время проводятся учения. И если это произойдет, то органы власти сообщат все необходимое, что гражданам следует делать. И эти указания нужно исполнять максимально точно. Далее он Лешко сказал, что никаких таблеток от радиации не существует. Есть те, которые защищают щитовидную железу. И Минздрав раздал таблетки едидокалия жителям прилегающих к Запорожской АЭС территории. Если россияне все-таки решатся на ядерный теракт на Запорожской АЭС, то Киев не ощутит эти последствия. И сейчас, самое главное, Минздрав разработал и проверил систему оповещения, которые будут работать в случае этого теракта. Именно по этой причине сейчас в Германии обучают украинских военных защитой от ядерных, биологических и химических угроз. Бундесвер предоставил уже Украине пакет дезактивационных технологий. И в настоящий момент в течение трех недель в казармах и на полигонах будут проходить обучение по работе с дезактивационным комплексом. Это естественная информация, потому что уже сейчас ощущаются последствия того, что натворили россияне на Каховской АЭС. К берегам Сухуми в Абхазии уже прибило, извините, но из песни слова не выкинешь, трупы свиней, которые утонули в результате этого террористического акта. А несколькими днями ранее в Болгарии, которая, напоминаю, также имеет выход к Черному морю, на берег вынесло тело погибшей коровы. И вот при этом, знаете, дорогие друзья, я просто поражаюсь, страна террорист Россия, она собрала заседание Совета Безопасности ООН для того, чтобы, внимание, пожаловаться на поставки оружия для Украины. И российское постпредство ООН сообщило, Москва не собирается взрывать Запорожскую АЭС, соответствующее письмо распространили в ООН. И это говорят те, кто ранее заявлял 16 месяцев назад, что не собирался вторгать в Украину. Ну, знаете, дорогие мои граждане, я на это могу одно сказать. Вот теперь я видел все. Как сообщает разведка Украины, в России началась практически открытая война между ФСБ и Минобороны. Эта война вошла в активную фазу. По оценкам Главного управления разведки, это война между башнями Кремля, в которой начали физически уничтожать представителей конкурирующих сторон. А я напомню вам один факт. В наших вечерних стримах мы много говорим о том, что тот выпал из окна, этот выпал из окна. Конная болезнь поразила топ-менеджмент Российской Федерации. Ну, что могу сказать. Жабагадюкин продолжается. Болеем за обе стороны. И, как говорится, запасаемся попкорном. Сейчас стало известно, что Франция, Германия, Соединенные Королевства и Соединенные Штаты Америки предложат Украине гарантии безопасности. Это будут соглашения о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных и передаче разведданных. План был разработан Францией для очень четкого политического сигнала Украине и России. Со своей стороны Украина хочет получить четкие обязательства по членству в Североатлантическом Альянсе и пройти путь к вступлению без этапа плана действий, то есть точно так же, как и Финляндия. И в заключении, друзья, я хочу поделиться с вами новостью, от которой, честно говоря, я просто-напросто ошалел. Дело тут вот в чем, что стало издание «Бумага». Оно опубликовало информацию о том, что Россия активно скупает квартиры в Мариуполе в любом состоянии, стремясь жить недалеко от моря. Надеются, что город станет популярным туристическим направлением, так как война же не будет идти вечно. Средняя стоимость квартиры, которую покупают россияне, это примерно в среднем 3 миллиона рублей, что на данный момент это примерно 34 тысячи долларов. А Дамас и участки за 4,8 миллиона рублей, что составляет 50 тысяч долларов. При этом данные россияне заявляют, что считают Мариуполь частью России и не видят покупки недвижимости в этом временно оккупированном голосе рискованной, потому что, ну, это же война Путина, ребята, я не шучу. Вот информация в издании «Бумага». Вот что во Вконтакте, оказывается, существует около ста групп, где размещаются объявления о продаже недвижимости в Мариуполе. И вот несколько. Олеся. Я считаю это хорошим вложением, средством. Может быть, кому-то это покажется странным, но я верю в развитие города. Под крылом России его ждет большое будущее. Думаю, в дальнейшем он станет популярным местом для отдыха и туризма. Имеет важное значение для нашей страны. Город-герой. У меня нет опасений, что он может пострадать из-за военных действий. Самое страшное, что могло там случиться, уже произошло. А вот некий Эльдар. Хочу приобрести недвижимость в Мариуполе, так как считаю, что в ближайшем будущем город расцветет. Это будет хорошим местом для отдыха. Не боюсь, что город может еще пострадать. Наши рубежи надежно охраняют вооруженные силы. Война близится к своему логическому завершению, во всяком случае, в этом регионе. Ирина из Красноярска. Мы с семьей начали искать жилье в Мариуполе, потому что хотим жить у моря вместе с хорошей экологией. Также в Мариуполе еще довольно дешевая недвижимость. И будут привлекательные предложения по зарплатам для моего мужа. Он работает электромонтером, а еще экология в городе намного лучше, чем в Красноярске. Страшно, что там снова могут начаться военные действия, но война же не будет идти вечно. И это вот только некоторые друзья мои. Я, честно говоря, ошалел вот почему. Ну, во-первых, начнем с мелочей насчет экологии. Если россияне устроят теракт на Запорожской АЭС, то вряд ли экологическая обстановка там будет хорошая. Как говорится, запорожец не машина, а россиянин, купивший квартиру в Мариуполе, не мужчина. Ну, это-то ладно, это мелочи. Но самое главное, дорогие мои, наиболее страшное вас ждет дальше. А дел тут вот в чем, хорошие мои. На самом деле, когда Сбройные силы Украины освободят Мариуполь, я подчеркиваю, не если, а когда, то все сделки с недвижимостью в период оккупации будут ничтожными. И я сейчас объясню, почему. Элементарная логика. В любой стране сделки с недвижимостью регистрируются в специальных органах и заносятся в специальный реестр. В каждой стране это происходит по-своему. Процедура своя. Называются эти органы по-разному. Реестры называются эти по-разному. Но общий принцип именно таков. И это совершенно правильно. Это необходимо. Но, извините, хотя бы, чтобы была возможность восстановить утраченные по разным причинам документы для разрешения судебных споров, различных совершенно. И в Украине, и в России все то же самое. А любые сделки относительно недвижимого имущества, совершенные на оккупированной территории с нарушением законодательства Украины, они считаются недействительными с момента ее заключения. И я не шучу. Вот это официальная совершенно информация на сайте права. Вот она. Дорогие вы мои. И это совершенно правильно, потому что эти сделки не регистрировались в реестре Украины. Я больше вам скажу, альтернативно гениальные вы мои, что такие прецеденты уже были в достаточном количестве после Второй мировой войны и во Франции, и в странах Восточной Европы. И тут будет то же самое, без малейшего исключения. И лица тех, кто покупал недвижимость, будут приблизительно вот такие. И будут, а как так-то? А как это так-то? А вот так-то? То есть владелец этой недвижимости, он просто придет к новому, к новому хозяину и скажет, так, выметайся отсюда, это мое. Это моя квартира. А напоминаю, что в любой стране споры о недвижимости по месту подсудности определяются. То есть существует экстерриториальный принцип. Это будет решаться не по законам России, а по законам Украины. Вы поняли, дорогие вы мои. Так что репетируйте вот такое лицо. А вы потребуете вернуть денежки? А вы как считаете, что после того, как российскую саранчу выметут из Украины границам 91-го года, я напоминаю, вы что думаете, инфляция не начнется? Я напоминаю, что только за полгода после распада Советского Союза курс доллара вырос в 4 раза. То есть если вы сейчас за квартиру платите 34 тысячи долларов, то вы свои 3 миллиона рублей, и это в лучшем случае, получите. Но только в рублях, только в 4 раза меньше. 8 тысяч, соответственно, 500 долларов. Во, классная сделка, замечательная. Ну вы не расстраивайтесь, дорогие покупатели. Как говорится в старом узбекском анекдоте, когда на Средин покупал на базаре яйца, варил их и продавал по той же цене, когда его спросили, а зачем ты это делал? Он говорит, ну как же. Тут две выгоды. Во-первых, навар с яиц мне остается, а во-вторых, всегда при деле. Так что вы предели, дорогие россияне, покупатели недвижимости на оккупированных территориях. Улыбка тебе, казак. Друзья, и в заключение я хочу, во-первых, поблагодарить всех бойцов Сбройных Сил Украины, всех граждан Украины за ваше беспримерное мужество. За то, что вы не только свою страну защищаете, а весь цивилизованный мир от абсолютного зла. Спасибо вам и пожелания разному до перемоги. Слава Украине! До встречи, друзья. До завтра. Пока! Пока!